Бонджорно, сеньоры и сеньориты! Сегодня у нас день Италии. Как вы думаете, что мы будем готовить? Пиццу, пасту или равиоли? Пока вы будете гадать, мы сходим за продуктами. Италии Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители Наверное, мне надо будет сейчас чуть-чуть привести себя в порядок Потому что мы находимся на кухне А на кухне не должно быть лишних волос Хорошо Мы уже готовы, сейчас мы вам расскажем, но я думаю, вы уже немного догадались, что мы сегодня будем готовить Алина, что у нас в меню? В меню у нас любимая всеми пицца, полюбившаяся пицца из мяса и грибочки И плюс еще такой вкусненький салатик будем готовить Как мы назовем наш салат? Вы знаете, это салат, как бы я думала, что это Галина А оказалось, что это Алина Оказалось, что это Алина Но пускай будет нежная Алина Все, отлично Итак, мы начинаем С чего начнем? Наверное, замешивать тесто Да, давайте с теста Что нам нужно для теста? Я так понимаю, мука? Мука Дрожжи? Да, обязательно Соль Сахар Сахар? Да, для того, чтобы наши дрожжи могли работать Маслечко, чтобы наше тесто было немножечко печенным таким вкусом Вот, и обязательно молоко Все Молоко, я так понимаю, нам нужно немного теплое Теплое, да, для того, чтобы наши дрожжи могли подняться Да, давайте Вот у нас здесь молоко 250 мл Опа, да И сюда мы положим масло Я надеюсь, оно не сильно горячее? Да нет Ну ничего, мы можем масло сейчас пока растопится в масло, оно как раз охладится Мы сначала должны приготовить вот эту смесь, чтобы потом добавить муку Я готовлю так Ну вот сладкий зайчик готов Зайчик готов Поделиться мукой Да К труду и обороне Так, нам главное, чтобы оно было молоко не горячее Оно должно быть теплое Мы его добавляем сюда Ага, сначала мы заливаем молоко Да Мы обязательно, потому что мы должны сначала приготовить вот эту смесь, чтобы она немножко побродила даже, оставить на какой-то момент Чтобы тесто было более воздушное и чтобы быстрее подошло Нам же тоже время У нас, кстати, в духовке есть такой режим для того, чтобы тесто подошло, так и называется Сейчас включим Алина, пока ты замешиваешь тесто, расскажи мне, пожалуйста, как вообще ты попала на сцену Мне кажется, сцена – это мечта всех девочек в детстве, да, когда каждая представляет себя в руках с микрофоном Или, я не знаю, героиней какого-то фильма, мультфильма Как ты решила для себя, чтобы ты свяжешь свою жизнь с театром? Честно сказать, не мечтала никогда быть актрисой Ну, начало Вообще, от слова совсем Просто у меня даже мысли в голове не было, чтобы я была актрисой Чтобы я там что-то... Да, мы там в школе, я выступала, пела песни Участвовала во всех таких, ну, мероприятиях Но мечтала быть филологом Филолога? Ну, какая мечта? Да, поступила на филологический Ну, я пошла поступать, когда после 11-го на филофак Я ходила еще на дополнительные занятия Это вообще у меня такая история была странная даже, можно сказать Я увидела, она принимает в ДГУ актерское отделение, факультет культуры То есть ты тогда только узнала, что... Да, я вообще не знала, что есть актерское отделение у нас вообще в Дагестане, в Махачкале Вот, и я, получается, когда туда уже пришла, а документы я отдала уже на филфак Полностью все подлинники, все отдала туда И я говорю, мам, можно я... Давай, говорю, я сюда тоже отдам, говорю, эти копии сделаем И мы сделали копию, я так рандомно отдала Думаю, ну, будет-будет, нет-нет Как... Я даже и не готовилась, можно сказать У меня были там стихи, которые я сама знала, там, басню повторила И надо вот только прозу выучить, все Ну, прозу я выучила Вот Потом Один тур прошла Второй тур прошла Три тура прошла я И мне сказали, я поступила на актерский Ну, я и поступила на филфак Что самое интересное Узила двух зайцев, один быстро У меня... Я не знаю, что мне делать Я бегу в этот... в ректорат Говорю, пожалуйста, верните мне с филфака подлинники А они мне не дают Все, говорит, ты что, с ума сошла? Какую? Там 300 человек на одно место Говорит, вы что делаете, девушка? Я говорю, нет, я хочу быть актрисой, я поняла Еле-еле, я, честно сказать, забрала эти документы Очень, прям, мне них не давали вообще И когда я уже их забрала, пришла Я пришла, получается, не 1 сентября, а пришла 3 или 4 Потому что, ну, мне не отдавали документы И я не могла их забрать просто То есть все хотели, чтобы ты стала филологом? Да! И решить... Не, ну мечта-то моя сбылась В принципе, так я поступила на филфак Ну, как говорится... Но дальше не пошла, да? Да Мы сейчас добавили тёплое молоко Растопили в нём немного масла Добавили сухие, быстро поднимающиеся дрожжи А мы соль уже и сахар добавили? Соль и сахар я добавила, да Всё, соль и сахар мы уже добавили Что-то ещё? Да, мы забыли яйца Яйца, ну ничего, вы главное не забывайте Так, добавляем яйца Аккуратно А вообще, ты частый гость на кухне? Да, постоянно Я же, у меня же двое детей, получается И я Тем более мальчики Ну, раз мы уже затронулись с тобой тему кухни А какое блюдо? Ну, помимо пиццы, я поняла, что пиццу вы тоже очень любите А ваше любимое семейное, может, такое блюдо? Ой, ну, я не знаю, ну, наверное, всё, что я готовлю Всё любимое Всё любимое Мои дети всё любят, поэтому Например, у старшего сына он любит больше плов, борщ, соус, мясо, курочку поджаренную такую А вот, например, младший, он любит долму, вот, он любит хинкал, слоёный То есть у него тоже немножко другой этот, но приходится как бы Миксовать Да, иногда приходится и этому готовить, и тому Потому что тот не из ту еду, а этот не из эту еду Представляю, как весело живётся Так, мы размешали яички Уже можно, в принципе, засыпать нам муку Тесто должно быть обязательно мягким Для чего? Для того, чтобы, когда мы будем выкладывать всё на противень И вообще, чтобы оно было вкусным И когда ты кушаешь, оно таяло во рту Оно не должно быть твёрдым, как обычно мы делаем твёрдое тесто А мы даже будем туда добавлять масло подсолнечное Чтобы оно прям было мягким Было мягким, мягким, да Всё, здорово Я думаю, что уже всем предвкушают, какой же получится наша пицца Так, всё, процесс пошёл Ну, насколько я знаю, пицца вообще изначально, да То есть это была такая еда для бедняков У которых не было большого количества продуктов И вот из того, что было, да, как говорится, я его слепила, да То есть всё, что есть дома, можно было положить на эту лепёшку На это тесто и приготовить А получилось сейчас всемирно известное блюдо, да То есть такое коронное блюдо итальянцев Расскажи, с чего началась твоя актёрская действенность? Я, насколько знаю, ты уже вышла на сцену, будучи студенткой Да, я, получается, была, закончила первый курс И каким-то случайным образом меня позвали Что-то у нас всё случайно происходит Я вообще не собиралась идти в театр, пока не закончила институт Потому что это очень тяжело на самом деле И учиться, и работать, я это понимала Вот И ребята наши, мои однокурсники Они работали в одном проекте «Колесо жизни» Расула Гамзатова Меня позвал Тимур, мой однокурсник И говорит, Алина, идём, говорит, там посмотришь, мы какие танцы танцуем Ну, похвастаешь Ну что, я потом думаю, ну ладно, всё равно делать нечего Уже после учёбы Мы где-то в три часа пошли туда, получается, в Лакский театр Пришли, я села там, на галёрке села и сижу Вот, потом Сижу себе тихо, никого не трогаю Никого, да, не трогаю Так, вот мы замесили, сейчас мы прервёмся Мы замесили тесто и теперь в конце добавляем масло, да? Ну, не то чтобы в конце Мы сейчас, я сейчас буду уже и, хочу и руками уже начать Потому что это очень важно Тесто должно почувствовать тоже и руки Видите, сколько нюансов Так, можно, пожалуйста Вот, она у нас мягенькая, такая, красивая Так вот, сижу я на галёрке И Муса Хазботович говорит Это кто вообще это? Кто это там, говорит, сидит? Это, говорит, моя однокурсница Ну, ребята у нас многие, кто с моего курса были Я, и он говорит Да, говорит, иди сюда, говорит, нет Я думаю, он меня выгонит и будет ругать Ну, потому что это вообще нельзя сидеть на репетициях Это очень, ну, неправильно Тем более, это новый спектакль Они там что-то делают Ну, это очень неэтично было с моей стороны даже Он меня зовёт, иди сюда Я думаю, ну всё Ну, и такая злая на тему Я же её спросила, можно, нельзя А он мне сказал, можно Выхожу, сама трясусь Думаю, ну всё, сейчас ругать буду А он мне говорит, так, шпагат умеешь делать? Я говорю, умею А мостик умеешь делать? Я говорю, умею Он такой, ну, давай, делай Ну, сделала А ну, походи мостиком туда-сюда Походила Ну, всё, будешь красотой Думаю, какой красотой я ещё должна быть А они, оказывается, искали актрису на эту роль И не могли найти И вот просто каким-то случайным образом Появилась я И я отработала целый год в этом театре Пока поднимется тесто Мы, наверное, можем подготовить начинку Начинку и ещё и подготовить что-то для салата Давайте, давайте нарежем туда наши грибочки Нам грибы понадобятся как на пиццу, так и на салат Ну, да, но, в принципе, можно чуть на салат по-другому порезать Да, давай кубиками на салат нарезать, да? Ну, не кубиками, а, в принципе, так же его можно нарезать Чтобы он, ну, тонко, чтобы он, да, кубик не был Всё, отлично Алина, сколько лет ты уже на сцене? Ну, уже 20 лет почти 20 лет, наверное Даже не почти 20 точно, да А ты можешь сосчитать, сколько было ролей за эти годы? Нет, потому что я работала в разных театрах И сосчитать всё, это просто невозможно Я могу сказать, какие любимые мои Да, какие? Запоминающиеся роли, почему? Потому что они... Нет, у меня там все любимые роли, на самом деле Я их всех люблю, потому что они все проходят через мою душу, сердце Вот, но, которые мне дались очень, я скажу, тяжело Через которые я прошла какие-то трудности Это вот он в театре кукол, это оловянный солдатик Я его, на самом деле, так полюбила Он какой-то... Он открыл какую-то новую меня Вот так я могу сказать А в русском театре, который, ну, когда я начала уже работать в русском театре Самая запоминающаяся роль, это была из комедии, я могу сказать Это, наверное, номер 13, который сейчас тоже идёт И тенор Честно сказать, много Я даже вот выделить какой-то спектакль прям так и не могу Потому что они все мои такие любимые, родные Скажи, вообще легко даются ли тебе эти роли? Вот это же такое перевоплощение, наверное, не только внешне, но и внутренне Да нет, конечно, очень сложно Представьте себе, вы меланхолик, по сути, флегматик, да? Ну, просто вот вы такой спокойный, никуда не торопитесь человеку А вам даёт роль безбашного такого человека, который любит материться Или там любит, я не знаю, там, курить или ещё что-нибудь Ну, такое, знаете, это же тоже надо сыграть, там, наркомана какого-нибудь сыграть А режиссёр, когда роль раздаёт, вот не учитывается, да, этот момент, что кто-то может соответствовать темпераменту? Нет, потому что иногда этот темперамент скрыт в тебе То, что ты можешь, например, сделать стерву, например, да? А ты, например, по сути добрый человек, да? Вот ты очень хорошая, отзывчивая там такая А получается, тебе надо играть такую хабалку, стерву, которая там любит деньги, например, да, тщеславную А что делать? Приходится перевоплощаться, искать в себе ресурсы, да, или как там, ну, правильно сказать Я читала, что некоторые голливудские актёры для того, чтобы вжиться в свою роль, да А, я так уже читала, да Они там некоторые могут жить там В подвале Или в подвале Или там в психушке В тюрьме Да, то есть настолько перевоплощаться и понять, прочувствовать эту свою роль Тебе проходило, с таким сталкиваться Нет, это именно для кино хорошо чем? Потому что должно быть настолько достоверно в кино Ага Потому что там крупным планом берется, да? Там берется какие-то такие моменты, глаза А все равно в театре ты сидишь за метр, например, ну, уже от сцены А ты от сцены метр еще, да, там, чтобы ты там глаза не увидишь все равно То есть актерам театра легче? Нет, не могу сказать, что легче Я говорю, что это немножко другая ситуация Если, конечно, мне режиссер скажет такой момент Сыграть наркоманов, а я никогда их не видела, этих наркоманов, например, или сумасшедших Естественно, мне надо будет пойти и посмотреть Я пойду и посмотрю Так, пока мы с тобой разговаривали об актерском мастерстве Посмотрите, как она нарезает ловко грибы Вот, значит, не только актерское мастерство тебе близко Нам еще нужно будет нарезать лук, да? Да На этот салат И потом мы начинаем жарить Да Все Я сегодня под мастерье Алины А скажи, пожалуйста, ты играешь только во взрослых спектаклях или в детских? Ой, конечно, и в детских, я очень люблю детские спектакли А твои дети? Дети мои смотрят, они тоже восхищаются мамой Это, наверное, так приятно видеть глаза ребенка в зале, смотря на тебя с восхищением Они, ну, я вообще, почему люблю сказки? Там можно перевоплотиться в кого угодно Хоть Баба-Яга, хоть принцесса, королева, не знаю, кто угодно Кто угодно Я вот, например, в Аладдине, если, наверное, все знают этот мультик, Аладдин Я там играю коврика Честно сказать, никогда не думала, что так можно вообще играть Что это вообще можно сыграть Потому что, ну, как он сыграет? А я не думала, что эта роль нужна? Там он, получается, обезьяна Коврик, это его друзья И джинн, да? Да, да, да Который он попадает в пещеру Ну, и что? Ну, вот мне дали этого коврика И думаю, я, честно говоря, сначала так обиделась Думаю, за что? Как вообще-то возможно? Это самая моя теперь такая моя любимая роль Я даже... Потому что надо молчать или что? Да, руль-то не надо учить Туда-сюда побежал, побегал Не, ну, на самом деле, если вы придете на Аладдина Мы придем Обязательно приходите Он и красочный, и интересный И вот тогда вы увидите, как можно играть вообще Роль коврика Да, роль коврика И у нас еще там обезьянка есть Которая тоже не разговаривает, чирикает там Чук-чук-чук-чук Как она это делает? И даже до сих пор я... Ну, не знаю я Сейчас мы будем жарить Сначала лук обжарим, да? Потом грибы Да, и уберем в сторону, пока она потом... Остывать будет Да, остывать будет Все Несмотря на то, что ты уже 20 лет на сцене Уже такой бывалый, да, человек Скажи, пожалуйста, бывает ли чувство страха? Вообще, с каким чувством ты выходишь на сцену? Даже не страха, скорее всего, а волнение Оно всегда присутствует И когда это чувство уходит, надо уходить со сцены Даже так? Да, потому что волнение должно всегда тебя будоражить Оно должно тебя настраивать на такую волну, которая... Оно потом уходит, конечно Весь страх, волнение, оно все уходит Потому что ты 42 дня репетировала этот спектакль То есть ты 42 дня У вас волнение занимает 42 дня На новый спектакль, конечно, получается у нас... Полтора месяца Да, у нас точка была Ну, точки, то есть на новый спектакль И представьте, день изо дня, день изо дня Ты повторяешь Ну, когда приходит премьера, тебя начинает так трясти Настолько, что ты просто думаешь Я сейчас что-нибудь забуду, я сейчас что-нибудь забуду Выходишь, и все проходит Все исчезает И такая эйфория происходит Потому что обмен этой энергии со зрителем Которые ходят с тобой в контакт Ты им даешь, они тебе дают И такое счастье наступает И вот это самое, наверное, приятное И самое... Ну, то, что ждет актер Было ли вообще такое, что ты забыла свою роль? Да Да? Как ты выкручивалась? Просто у тебя белый лист То есть пустая страна Ничего Ничего нет И ты стоишь и просто думаешь И эти секунды превращаются в минуты Эти минуты в часы И такое ощущение, что ты уже так долго молчишь И так страшно И ты не знаешь, как выкрутиться Это хорошо, если партнер твой Который профессионал Который скажет Который тебя вытащит пять секунд И там, например, подведет к тебе к этому И ты просыпаешься И думаешь, а вот, вот она, вот она Все, я уже Я уже в норме Строю И пошел дальше Было такое, да Очень мягкое, хорошее тесто Получилось Прям я довольна Что мы сейчас делаем? Давайте мы сейчас чуть-чуть еще маслечка добавим Так, доски нам, я думаю, пока не нужны Мы можем уже взять сковородку Ой, сковородку говорю Протвень Да, мы будем его укладывать на протвень Постелим Пергамент Да, давайте Будем делать пиццу мы Кругленькую Традиционненькую По просьбам зрителей Ну, это тесто на несколько пицц Ну, да Здесь вообще можно сделать Я сейчас скажу Ну, три пиццы точно Значит, мы отделяем кусочек, да? Две пиццы Все Как красиво Просто А еще, знаешь, этот момент, когда Пиццэйло или пиццэйло Как их там называют А, мне нравится, когда они крутят Да, берутся такие Как они это делают? Ну, уже, наверное, начнут Я, наверное, попробовала Но больше тесто у меня пришлось выкинуть По кухне все не летало Летало же Все пролетело мимо меня Мы ее делаем тонкую Но она не совсем должна быть тонкой Потому что Если она сильно тонкая будет Она тоже невкусная будет Я надеюсь, что она сейчас у нас получится Именно такой, какой я хочу Все получится А фарш мы заранее перчим Солим Да, можно Можно чуть-чуть его, да, сделать Пока мы выкладываем начинку Я не могу просто без вопросов Вообще, на самом деле Поговорить с настоящей актрисой Для меня очень так Знаешь, это как мечтая с детства Когда ты видишь человека Который там, на сцене А он здесь Перед тобой, рядом И ты можешь спросить О чем угодно А вообще было ли желание Сняться в кино? Ну, конечно, желание У всех актеров есть Потому что, во-первых Это хороший заработок Во-первых А во-вторых Это другая немножко история То есть театр и кино Это разные вещи Другой опыт, да? Да, вообще То есть там Настолько это другое Что просто Даже это не сравнить Никак Ну, все Пора я в духовку На сколько минут? На минут, наверное, 15 Я так думаю 20 Потом мы его вытащим И засыпаем Сыром Сыром Пока наша пицца запекается Надо уже переходить К сборке салата У нас такое вот Красивое блюдо Мы решили его выложить Слоями, да? Да Картошку будем Натирать На терке Вот тебе терочка А я пока нарежу Куриную грудку Да? Да Вот ты сказала, что Происходит такая Взаимосвязь Между Актером На сцене И зрителем Да А скажи, какой Твой любимый зритель? Как понять? Ну, детский Или взрослый Имеется в виду? Ну, это вообще Кто это? Вообще, у нас, наверное, Публика очень разная У нас очень разная И они все очень хорошие И у нас есть Зрители, которые ходят Ну, постоянно Прям Могут этот спектакль Раз в пять посмотреть Театр бывает на госпитале? Да, конечно Вот сейчас у нас Скоро будет тоже Гастроли Мы ездили в Калугу Сыктывкар А есть главные роли? Да, конечно Ну, у меня есть И как главные роли Так и второстепенные И второго плана И третьего плана И массовки выхожу И я очень рада, что меня Режиссеры мои Не забывают Не забывают И дают мне И отдохнуть И поработать И поработать А как у вас вообще Отношение Вашей театральной труппе? Ну, мы стараемся Быть дружными Вообще Ну, потому что Без дружбы Мне на сцену Не выйти никак То есть Это такое Коллективное Творчество И Если мы с тобой Поругаемся А нам завтра Играть с тобой Любовь Или сестер Или еще кого-нибудь Там Братьев Ну, разницы нет То Это очень сложно Слой Курицы Мы не солим Потому что Мы варили курицу В соленой воде Для меня, кстати Это было таким Открытием Потому что Я обычно варю Без соли У нас Вареный картофель У нас Вареная Куриная грудка Обжаренный Мук С грибами Каждый слой У нас Либо Вы солите Отдельно Либо Вы можете Посолить Каждый слой И каждый слой Смазывается Майонезом А для Приверженцев Правильного питания Майонез можно Заменить На домашний Да Вот А мы Переходим К нашим яйцам Натираем Прям вот Сразу На Ой, посмотрите Как красиво Получается По кругу Какая красотища В тот момент Когда-то Не только Профессиональная Актриса Но и Профессиональный Кулинар Приходится И вкусненько Тоже готовить Наша пицца Подошла Уже Надо ее Вытащить Чтобы мы Ее могли Оформить Сыром Да Сыром Все Бежим Ой, какая она Красивая Пока сыр Расплавится Натираем Орехи Аромат Стой Мастеряем Конечно не Вероятный Надеюсь Будет вкусно Просто по-другому Быть не может Когда хорошие продукты Свежие Мне кажется Вкус уже Сам по себе Должен быть Отличным Раз мы уже подходим к логическому завершению, не могу не задать наш вопрос, такой обязательный для каждого гостя, что можно найти в вашем холодильнике всегда? Яйца. Такое масло, яйца. А еще? Суп. Суп. У меня всегда дома суп есть, да, потому что, ну, во-первых, дети должны... Жидкое. Жидкое есть, да. И у меня сын любит жидкое, он не может. Вот. И, наверное, сыр. Сыр. Дагестанский наш, да. Я всегда его покупаю, потому что другой сыр я немножко, ну, не воспринимаю. Только на пиццу. Да. Если бы можно было дагестанский сыр использовать еще и на пиццу... Моя мама, мне кажется, использовала. Наши блюда готовы. Получилась очень такая сочная, аппетитная пицца, ароматная. Очень такой классный салат. Спасибо, Алина, за то, что поделилась с нами своими рецептами. Научила нас готовить. Очень рада была послушать твою историю и вообще окунуться в мир актерского мастерства. Театра, для меня это все так волшебно на самом деле. Хочу выразить также благодарность нашему генеральному спонсору сети супермаркетов «Зеленое яблоко» и салону кухонной мебели «Барзу» за предоставленное место для съемок, за такую классную кухню, где можно с комфортом и удобством приготовить любые блюда. И, конечно, студии «Мальвина Арт» за мой образ. На этом мы прощаемся с вами, дорогие друзья. С вами были наши гости, актриса Русского драматического театра имени Максима Горького, Алина Абдулганеева и автор и ведущая программы «Время есть» на РГВК «Дагестан» Тамария Алиева. До следующей субботы. Пока! Редактор субботы. Редактор субботы.